В эфире «Гарант безопасности». Это передача о самых актуальных новостях в военной сфере, военных кампаниях, специальных операциях и их результатах, зонах конфликта, самом современном вооружении. Меня зовут Эльмира Мусазаде. Здравствуйте. Беспилотные летательные аппараты будущей военной техники. Такое мнение все чаще звучит среди военнослужащих, военных экспертов, людей, которые не понаслышке знают, что такое военная операция. Эта мысль стала звучать все громче и чаще после того, как вооруженные силы Турции в ходе военной операции «Весенний щит» продемонстрировали возможность наносить мощные дистанционные удары большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Пожалуй, это впервые в истории ведения боевых действий, когда БПЛА или же дроны играют доминирующую роль. И делают это довольно успешно. В ходе военной операции вооруженные силы Турции потеряли всего два беспилотника. Как турецкой стороне удалось достичь этого результата и насколько этот опыт может быть полезен вооруженным силам Азербайджана, мы узнали у военного эксперта, главного редактора журнала «Азередефенс» Рашада Сулейманова. Вооруженные силы Турции с начала 2000 года приступили к закупке дронов различных модификаций и в рамках этого были приобретены беспилотные летательные аппараты у Израиля. С 2005 года авиастроительная компания «Байкар» обеспечила работу малых дронов, а также постановление их вооруженным силам. Уже начиная с 2018 года ВС Турции активно применяла дроны в антитеррористических операциях как внутри страны, так и в Сирии и в Ираке. При проведении операции «Весенний щит» также были использованы беспилотные летательные аппараты «Анка-С» и «Байрактар ТБ-2». Во время этих боев были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата турецких ВС. Из них две модели «Анка-С» и две ТБ-2. Эти беспилотные летательные аппараты используются как в электронной, звуковой и сигнальной разведке, так и для поражения целей. И в результате этих ударов два зенитно-ракетных комплекса «Панцирь-С» и один комплекс «Бук» военно-воздушных сил Сирии. Здесь наблюдается хорошая координация сухопутных сил с ППЛА. Те цели, которые были обнаружены дронами, затем уничтожались ракетными системами среднего и дальнего радиуса действия. И впервые в истории военные дроны были использованы так массированно. Эти дроны – так называемые мультикоптеры, произведенные турецкой компанией «СТМ». Они могут поражать цели на ближнем расстоянии. Их боеголовки весят от 300 до 1 килограмма 300 грамм. И одним из преимуществ этих дронов является то, что у них имеется алгоритм распознавания лиц и предметов. То есть они сами определяют цель, и их полет координируется. И затем они, идя на таран, как в непосредственной близости, так и в небольшом расстоянии, способны уничтожить цель. В истории это первое применение дронов, основанных на искусственном интеллекте военных операциях в таком массированном варианте. И этот опыт изучен вооруженными силами Азербайджана и может быть применен в случае боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Понятно, что использование беспилотных летательных аппаратов обходится гораздо дешевле, нежели чем использовать те же самые, допустим, бомбардировщики, либо же истребители. То есть Турция использует беспилотники в первую очередь, потому что это стратегически выгодно, либо же потому что это дает возможность именно в каком-то плане где-то выиграть в материальном плане, сэкономить ресурсы и так далее. В целом, не только в Турции, но и в ведущих армиях мира главным преимуществом беспилотного летательного аппарата является сокращение потерь личного состава. Сохранению жизни и человеческому фактору уделяется большое внимание. Дроны позволяют еще до вступления в контактный бой ликвидировать вражеские объекты, его запасные силы. Расценивать использование беспилотников можно по-разному, ведь каждая армия по-своему подходит к ведению боевых действий. Кроме того, это отличная возможность для развития военно-промышленного комплекса. В последние годы в Турции была напряженная ситуация с закупкой вооружения, приборов для военной техники. Поэтому Турция начала активно развивать собственную военную промышленность и с развитием ВПК подстраивать его под нужды армии. И на сегодняшний день уже можно говорить о том, что при проведении каких-либо военных кампаний все чаще будут применяться средства, где не применяется живая сила. Это не только беспилотные летательные аппараты, но и наземные средства. К примеру, в той же Сирии Россия использовала многофункциональные робототехнические платформы. К примеру, противотанковый комплекс «Уран». Таким образом, уже можно говорить о том, что Турция в определенной степени продемонстрировала какую-то часть ведения боевых операций в будущем. А насколько Азербайджан может использовать опыт Турции при проведении своих военных операций? Насколько Азербайджан может использовать дроны в таком же количестве в зоне боевых действий на Горном Карабахе? По своему парку беспилотных летательных аппаратов Азербайджан среди стран СНГ на первом месте. Более того, беспилотные летательные аппараты, имеющиеся в арсенале ВС Азербайджана, по продолжительности полета и боевому радиусу превосходит даже средства ВС России. Это мы можем говорить с полной уверенностью, так как имеющиеся у нас дроны могут находиться в воздухе 24, 36 и даже 40 часов. В 2018 году на параде были продемонстрированы такие модели, как Hermes 450, Hermes 900, Heron Aerostar Orbiter. А в апрельских боях 2016 года впервые были использованы тактические дроны Камикадзе, Хароб. И, безусловно, они себя прекрасно проявили. За это время Азербайджан продолжает как закупать новые модели беспилотных летательных аппаратов, так и развивать свое собственное производство. К примеру, были закуплены израильские дроны Sky Striker. Продолжается производство дронов Armitr-K, Zerbe, компании Azad Systems, Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Кроме того, некоторые местные компании также занимаются производством дронов Камикадзе. В этом плане перенимается опыт братской Турции в данном направлении. И в случае боевых действий в зоне Нагорного Карабаха активное использование беспилотных летательных аппаратов неизбежно. К слову, информация об активном использовании ударных дронов в зоне Нагорного Карабаха появилась в апреле 2016 года. На некоторых БПЛА, имеющихся в арсенале вооруженных сил Азербайджана, остановимся подробнее. Начать хотелось бы с разработки компании Israel Aerospace Industries. Хароб – многоцелевой израильский беспилотный летательный аппарат военного назначения. Этот достаточно примечательный внешний дрон обладает широкими многофункциональными возможностями. В частности, активно эксплуатируется для проведения разведки местности, для выполнения работ, связанных с аэросъемкой и аэрофотографированием, появления воздушных целей, патрулирования определенного периметра, а также в качестве самостоятельной боевой единицы. Запуск беспилотного летательного аппарата осуществляется при помощи мобильной установки контейнерного типа, что обеспечивает возможность эксплуатации дрона даже в условиях неподходящей местности. Беспилотный летательный аппарат Хароб оснащен электрооптической системой ведения наблюдения, а также радиоэлектронными средствами, что позволяет осуществлять контроль за практически любыми объектами на местности и воздухе. Примечательно то, что впервые в боевых действиях этот БПЛА применили в апреле 2016 года в зоне Нагорного Карабаха азербайджанские вооруженные силы. В ходе успешных наступательных действий вооруженных сил Азербайджана в общей сложности было произведено 6 пусков беспилотников Камикадзе Хароб. Все 6 пусков были успешными, цели были уничтожены. Относительно недавно появилась новость о том, что вооруженные силы Азербайджана пополнили свои арсеналы израильскими барражирующими боеприпасами Sky Striker, производства компании Elbit Systems. Дрон Камикадзе представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Его вес 35 килограмм, а боевые части разного значения имеют массу от 5 до 10 килограмм. Находиться в воздухе Sky Striker может до двух часов. Управляющий дроном оператор может наводить его на цель практически до соприкосновения с нею возможностью отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БПЛА может вернуться назад и опуститься на землю при помощи парашюта. Ну и, конечно, приобретший широкую известность Арбитр. Аппарат предназначен для поражения разнообразных целей на тактической глубине, включая живую силу противника, а также подвижные и неподвижные цели, в том числе легкобронированные. Сам беспилотник обладает широкими функциональными возможностями, небольшими габаритными размерами, простотой эксплуатации, надежностью. Как правило, в военной сфере БПЛА модели Аэронатикс Дефенс Арбитр использовался для ведения активного наблюдения на большими районами и областями, как правило, связанного с наблюдением за позициями противника, корректировкой огня и тому подобное. Если «Арбитр-1» — это базовая версия дрона, обладающая небольшой дальностью своего полета, то его модификация имеет увеличенный размах крыла и продолжительность максимального нахождения в воздухе. О закупках Азербайджаном данных летательных аппаратов стало известно еще в 2011 году. Что интересно, непосредственно в Азербайджане было развернуто их сборочное производство. В 2009 году между Израилем и Азербайджаном было подписано соглашение о строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Азербайджане. По прошествии чуть более двух лет, в марте 2011 года, было сдано в эксплуатацию новое предприятие «Азад Системс», принадлежащее производственному объединению «ШАРК» Министерства обороны и промышленности Азербайджана. На предприятии были созданы пять производственных участков, установлено современное технологическое оборудование. На данном предприятии и приступили к выпуску беспилотников «Арбитр» и «Аэростар». Насколько я знаю, непосредственно если мы говорим про совместное производство с Израилем, то 70% при производстве непосредственно осуществляется в Израиле, и финальная часть, то есть непосредственно сборка, осуществляется уже в Азербайджане. Насколько Азербайджан сегодня в состоянии полностью сам, допустим, производить беспилотный летательный аппарат? 100% производства в пределах только одной страны не представляется вероятным, потому что используемый мотор, системы наблюдения и другие вспомогательные средства зависят от внешнего рынка, и полностью их производство в Азербайджане было бы нерационально с точки зрения как экономики, так и других факторов. К примеру, та же Турция уже 10 лет производит беспилотные летательные аппараты, но моторы для этих приборов начала производить лишь в прошлом году, несмотря на имеющийся потенциал. Лишь же, к примеру, на устройство «Байрактар-2» установлены электрооптические комплексы американской компании «Весткам». В зависимости от требований заказчика можно найти, к примеру, камеры лучшего качества. Для беспилотных летательных аппаратов одно из самых важных моментов – безусловно электроника. У Азербайджана в этой области опыт имеется. Местная компания «Азертех» занимается не только электроникой продукции азербайджанского производства, но и создала пример летательного аппарата с местным программным обеспечением, оснащенным приспособлением для управления шифрованными радиоканалами. На данный момент продолжается его испытание. В частности, пару лет назад, насколько я знаю, между Азербайджаном и Израилем был заключен протокол о совместном производстве новых моделей беспилотных летательных аппаратов. Какие, на ваш взгляд, это могут быть беспилотные летательные аппараты, учитывая уже имеющийся совместный опыт? И на что будет делаться именно преимущество? Что будет основным при их производстве? В 2018 году на выставке «Адекс», проходящей Баку, между Азербайджаном и Израильской компанией «Аэронаутикс» был подписан договор о производстве новых моделей беспилотных летательных аппаратов. В рамках этого договора говорил за производство «Арбитр-3», «Арбитр-4» и новых видов боеприпасов для «Камикадзе». Известно, что Армения также развивает производство собственных беспилотных летательных аппаратов. В основном внимание привлекают две модели. «Крунг» — впервые продемонстрированы публике на военном параде 2011 года. Этот беспилотник может находиться в воздухе 3 часа, летит со скоростью 110 км в час и может поддерживать радиосвязь с пунктом управления на дальности до 70 км. Этот БПЛА нельзя назвать верхом совершенства. В Армении это прекрасно осознают. Поэтому стала разрабатываться следующая модель БПЛА — X-55. В своей наиболее современной модификации этот беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе 6 часов, обладает крейсерской скоростью в 130 км в час, а оптимальная высота для ведения разведки составляет 2 км. Однако и эта модель имеет ряд серьезных упущений. И хоть армянская сторона и заявляет о том, что X-55 хорошо себя показал в реальной боевой обстановке, распространенные кадры сбитых беспилотников на линии фронта говорят сами за себя. БС Армении на сегодняшний день снабдили беспилотными летательными аппаратами все прифронтовые воинские части на уровне роты. Раньше они использовали беспилотные летательные аппараты более дешевого китайского производства, доступные на рынке DJ Inspire и Phantom. На следующей стадии в Армении начали открываться небольшие частные организации, которые занялись производством беспилотных летательных аппаратов. Здесь речь идет о дронах серии Multicopter. В Армении созданием беспилотных летательных аппаратов занимаются три компании. Они производят модели Krung, Baze, Inc. 55, приобретенные у России. Некоторые из этих аппаратов Азербайджан уничтожил на линии фронта. Сегодня в Армении в рако-государственной оборонной программе созданием камикадзе и беспилотных тактических аппаратов занимаются две компании. Это УАВЛО и ДОВАРО. Недавно они провели испытания некоторых моделей своих аппаратов. Мы не должны недооценивать силы противника, ведь всегда есть риск очередной провокации. А создание таких аппаратов не требует какой-то особой технологии. Мы в ответ на это тоже не должны останавливаться и совершенствовать систему антидронов. Несмотря на то, что Ереван заметно уступает в своем парке БПЛА Азербайджану, Баку принял меры и организовал своевременную защиту от атак дронов. О том, какую именно и какие еще системы антидронов могут быть интересны вооруженным силам Азербайджана, а также о том, какие перспективы на данный момент имеются у отечественного военно-промышленного комплекса, мы поговорим в следующем выпуске передачи «Гарант безопасности». В эфире был «Гарант безопасности». Это передача о самых актуальных новостях в военной сфере, военных кампаниях, специальных операциях и их результатах, зонах конфликта в самом современном вооружении. Меня зовут Эльмира Мусазаде. До встречи на следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин